Друзья, всем привет! Я только вернулся с моря, был на одном из грязевых лиманов, которые находятся в поселке Фрунзе в Крыму. И мне пришла в голову мысль рассказать вам еще о грязетерапии, о том, как ее правильно проводить, потому что в интернете очень много материалов размещено по Крымским грязевым озерам, там много всяких «умных» советов. И ни в одной статье я еще не видел, чтобы все было написано правильно, без откровенной ахинеи. Что самое интересное, люди это читают, приезжают в Крым и рискуют своим здоровьем. И сейчас я объясню, почему. Во-первых, в грязетерапии есть много противопоказаний, очень много. Первое противопоказание, но не первое, а одно из противопоказаний, одно из основных, это заболевание сердца и гипертония. Пилоидотерапия – это в любом случае тепловая нагрузка. И при заболеваниях сердца нужно к этому вопросу подходить очень аккуратно. Еще одно противопоказание – опухоли, доброкачественные и злокачественные. Это абсолютное противопоказание грязетерапии. Сахарный диабет. Грязи повышают уровень сахара в крови. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, как это происходит, но факты состоятся фактом. Пилоидотерапия повышает уровень сахара в крови. Это абсолютное противопоказание для диабетиков. И любые воспалительные, инфекционные заболевания в активной стадии. Противопоказания. На грязевых озерах я иногда видел беременных женщин, которые намазывают себе грязью. К одной из них я подошел и спросил, девушка, а вас что-то беспокоит? Почему вы обмазываетесь? Она говорит, нет, я абсолютно здорово. Просто говорит, ну смотрите, она полезная, да, там много всяких разных веществ полезных. Я сейчас намажу, это для будущего ребенка очень хорошо. Но это сумасшедший бред. Бред полностью. Дичайший бред. Потому что, во-первых, через кожу очень маленькое количество разных микроэлементов попадает. И то, что попадет в организм через поры кожи, оно никоим образом к ребенку туда, через плаценту не пройдет. То есть не получит ребенок никаких полезных микроэлементов от этой грязи. Это полный бред. А вот угрозу беременности такая пилоидотерапия создать может. Второй важный момент. Вы должны помнить, что грязетерапия это не монотерапия. То есть нельзя приехать на грязевое озеро с артрозом и уехать без него. Или там с артритом. Или с псориазом. Не зря существуют санатории, где есть комплекс процедур. Пилоидотерапия, бальниотерапия, физиотерапия, электротерапия. Это все работает в комплексе. Нельзя просто вылечиться грязями. Улучшение состояния будет, конечно. Может быть даже длительная ремиссия при кожных заболеваниях. Но это не решение проблемы окончательное. Третий важный момент. Не везите эту грязь домой. Ни в коем случае. Это абсолютно бесполезное занятие. Я видел тоже на грязевых озерах. И сегодня видел, что люди в трехлитровой банке набирают эту грязь. Это еще со времен СССР так повадились люди. Вот дикари, которые приезжают на дикий отдых, набирают и увозят потом. Она очень быстро теряет свои микроэлементы. Смысл этой грязи в том, что она зреет в морской рапе. И вот в этой рапе, когда она зреет, там происходят очень сложные биологические процессы, которые поддерживают лечебный потенциал этих грязей. Я сам проводил эксперимент. Я набрал эту грязь в трехлитровую банку. Привез дымой. У меня проблема с левым коленом. Я намазывал по всем правилам, как это меня учили в многочисленных санаториях в России и за рубежом. На 20 минут аппликация, теплой грязью, подогретой на водной бане. Обмазывал, простите, заматывал колено пленкой. Потом накрывал одеялом, чтобы сохранить тепло. Колено меньше болеть не стало. Еще один важный момент. Абсолютно бессмысленно обмазывать все тело грязью и стоять под палящим солнцем, пока грязь высохнет. В интернете много пишут, что надо обмазать слоем грязи, постоять, пока грязь высохнет, потом ее смыть. Когда грязь высыхает, она приобретает серый оттенок. Она мгновенно теряет свои биологические и лечебные свойства. Сразу же теряет. То есть, не абсолютно это бесполезное занятие. Но, когда вы намажетесь грязью и будете стоять под палящим солнцем, вы очень сильно увеличиваете тепловую нагрузку на сердце и вообще на организм в целом. То есть, что происходит? Поры кожи забиваются, тело перестает дышать, потоотделение нарушается и увеличивается тепловая нагрузка. Кстати сказать, абсолютно без разницы, навалите вы на себя 3 килограмма грязи или намажите ее тонким слоем, на непродолжительное время с точки зрения химического воздействия на организм. Разницы никакой нет. И именно поэтому в некоторых продвинутых санаториях в Крыму проводят грязетерапию по так называемой методике тонкослойного нанесения грязи. Расскажу как раз вот сейчас по этому поводу историю. Несколько лет назад я был в санатории Сакрополь в Саках. Приехал к врачу, главврачу санатория. Пришел такой красивый, говорю, что здравствуйте, я вот в Чехии работаю, объездил много санаториев, курортов, там сам проходил грязевые процедуры, много раз общался с врачами. Расскажите, как вы проводите, вот удивите меня. Значит, а врач ответил, врач сразу такой первый вопрос отдает, говорит, а скажите, как у вас там в вашей Европе, в ваших хвыленых санаториях проводят грязетерапию? Сколько вот грязи накладывают? Я показываю ему фотографии, где я лежу, там на мне груды грязи на плечах, на суставах. Вот, и значит, вот говорю, вот смотрите, вот так. Он говорит, ну вы знаете, вы меня ничем не удивили, потому что я вообще разработал методику тонкослойного нанесения грязи, и научно уже доказано, что нанесу я вам на тело 5 мм грязи, или навалю там большую кучу, эффект лечебный будет один и тот же, один и тот же. И он говорит, что вы просто эти грязи там расходуете бессмысленно, вот как, допустим, во фронтишковых латнях в Чехии делают, да и в Пиштянах, и в Хивизе, во многих курортах. Просто это бессмысленная трата грязи. То есть ту грязь, которую навалят на меня, да, вот как обычно делали, он говорит, что вот эту грязь можно на 10 пациентов просто научить. Значит, и он говорит еще такую, спросил такую вещь, говорит, а вот смотрите, вот расскажите мне, вот вы были там на тех, на тех курортах, мне вот самому интересно, что с этой грязью потом делают после процедуры. Я говорю, ну она проходит реновацию, ее там сваливают в отдельный водоем, она там опять зреет, ее обратно используют в процедурах. Он говорит, это полный бред, вообще так делать нельзя, потому что грязь впитывает в себя разные болезнетворные бактерии, особенно если человек приехал с некоторыми кожными заболеваниями, да, и она впитывает эти болезнетворные бактерии, ее нужно ликвидировать. Эта грязь не подлежит повторному использованию. И в САКах, в Крыму именно так и делают. И я уверен тоже, что это абсолютно правильно, да, то есть никакой реновации она не должна проходить. Пока мы с врачом говорили, в кабинет заходит пациент, значит, и с палочкой, с тростью, и врач говорит, вот видите этого пациента, он две недели назад приехал ко мне, он ходить не мог, не мог. У него очень серьезная проблема с коленным суставом. Но, говорит, грязь я ему не мог накладывать на пораженный сустав, потому что там воспаление в активной стадии было, то есть я бы его ухудшил. Я говорю, как вы его лечили? Он говорит, я лечил его по методу проекции. Я накладывал грязь на здоровое колено и лечил его методом проекции. Говорит, вот смотрите, две недели он уже сам ходит. И он ходит уже даже не на костылях, а с тростью. Вот такие методики, да, применяют. Значит, дальше еще один момент, чего нельзя делать на грязевых лиманах. После грязевых процедур лезть в холодную воду. Если вы приехали на море, вода еще прохладная, нельзя после этих грязевых процедур лезть в холодную воду. Вот эта разница температур очень отрицательно влияет на сосуды. И перепады температур полностью нивелируют, полностью повторюсь, нивелируют эффект от грязевой аппликации. Потому что грязевые озера, они, как правило, мелкие. И вода там очень быстро прогревается, тарапа, и грязь теплая. То есть вот этих перепадов температуры не должно быть. И во многих санаториях врачи тоже говорят, что совмещение грязевых и водных процедур это нежелательно. Нежелательно. То есть через несколько часов можно проходить водные процедуры после принятия грязи. То есть это несовместимые процедуры. Сразу после грязи лезть, принимать там водные процедуры. Дальше. Не балуйтесь с обмазыванием грязи своих детей. Я это на грязевых лиманах очень много раз видел, когда женщины приводят детей, и дети там играют в этой грязи, обмазываются ей там в этих лиманах, плечатся. У детей очень нежная кожа. И кожа ребенка может получить ожог. Банальный ожог. Вот буквально в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом, я тоже был на грязевом лимане. Снимал там сюжетики небольшие. Значит, женщина ребенка привела, он там играется, играется. А потом говорит, мама, у меня кожа жжет. Значит, очень сильно чувствовал жжение. Ну, вот сделал ожог, да. Обмазывался грязью, плюс 35 на солнце. Получил ожог. Значит, в санаториях пациенты принимают грязевые ванны, грязевые аппликации, где концентрация солей, вот этих полезных, составляет примерно 60 миллиграмм на литр. В грязевом озере эта концентрация 180-200 миллиграмм на литр. Представьте, насколько более высокая концентрация, и насколько эта грязь более агрессивно воздействует на кожу. И последний очень важный момент. Не все грязевые озера в Крыму сейчас являются лечебными. Это происходит потому, что на некоторых грязевых озерах уже активно много лет проходят процессы опреснения, и в том числе из-за негативного влияния человека. Также лечебная грязь теряет свои свойства. В Крыму у нас есть озеро Джарлгач. Вот так он называется. Джарлгач. Вот там рыбаки собирают мотыльков для рыбной ловли. И они очень часто ходят, значит, смешивают тонкий слой лечебной грязи, которая на поверхности, с донными отложениями, которые лечебным эффектом не обладают, никакими лечебными свойствами. Вот эту грязь перемешивают, и получается, что практически все озеро уже потеряло свои лечебные свойства. Поэтому, друзья, вы можете приезжать на грязевые озера. Конечно, определенную пользу вы получите, если у вас беспокоят суставы, если у вас есть кожные заболевания. Но только делать все нужно очень аккуратно, очень правильно и по предварительной консультации с врачом. И помнить, что серьезные хронические заболевания породвигательного аппарата и серьезные заболевания кожи нужно лечить только в санаториях. Здоровья вам и хорошего настроения. Пока.